МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Айна Рженосова. И в начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Пришахтинске мать-одиночка и ее пятеро детей нуждаются в жилье. Многодетая семья снимает квартиру и нигде не прописана. Семья буквально выживает на мизерное пособие от государства. Сбой в системе. Именно в этом была причина неработающих терминалов на новой платной автодороге Астана-Тимиртау. Этим же объясняется и путаница с размером оплаты. Министерство внутренних дел предлагает в обязательном порядке устанавливать датчики угарного газа в частном жилом секторе. Согласно статистике, в большинстве случаев люди погибают на пожарах именно из-за отравления. В Пришахтинске мать-одиночка и ее пятеро детей нуждаются в жилье. Многодетная семья снимает квартиру и нигде не прописана. Кроме того, жалкозынка Уашанова нигде не работает. По ее словам, семья буквально выживает на ежемесячное пособие от государства, которое составляет всего 10,5 тысяч тенге. Уроженка Каркаролинска жалкозынка Уашанова одна воспитывает пятерых детей. Женщина помнит горький вкус своего детства и теперь беспокоится о судьбе своих малышей. Дело в том, что их текущее состояние может даже усугубиться. Старшая из ее детей учится в школе-интернате в Саране, а второй ребенок Диас умственно отсталый. Чтобы отдать его на обучение в специальную школу, мама не может купить даже одежду. Ребенку исполнилось 7 лет, и он уже отстает от школьной программы. У младших братьев Диаса также не все в порядке со здоровьем. У пятилетнего Дамира был диагностирован сколиоз и сердечная недостаточность. Мать-одиночка не имеет возможности покупать лекарства и лечить своих детей. Мы вместе с сестрой снимаем эту квартиру. Младшей дочери нету и двух лет. Поэтому оставить всех детей и пойти работать я не смогу. От государства получаю 10 500 тенге в месяц. Этих денег ни на что не хватает. Куда ни пойди, спрашивают прописку. А для этого с каждого человека требуют по 10 тысяч тенге. Как вы понимаете, мы не можем себе этого позволить. Но самая главная проблема состоит в том, что жокозынка Уашева и ее семья нигде не прописаны. Поэтому у них нет возможности встать на очередь на жилье. Чтобы помочь несчастной семье, приехали специалисты управления образования, отдела по обеспечению работы и социальных программ, медсестры и полиция. Они утверждают, что как только будет решен вопрос с пропиской, пособие вырастет до 90 тысяч тенге. Мы знаем эту семью с осени прошлого года. Как-то раз приходили и оказали помощь продуктами. Мы готовы всячески помочь им. Но поскольку семья еще не решила проблему с пропиской, другие проблемы также не найдут своего решения. Когда они наконец пропишутся в этой квартире, то мы можем рассмотреть их вопрос подробнее. О проблеме большой семьи с подачей журналистов узнали в городском Акимате. В настоящее время сформирована специальная комиссия, которая и решит судьбу многодетной семьи. Мольдиль Нурлан Каза, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сбой системе. Именно в этом была причина неработающих терминалов на новой платной автодороге Астана-Тимиртау. Напомню, что 12 февраля автовладельцы стали жаловаться на километровые пробки. Кроме того, водители отметили путаницу с размером оплаты. Житель Караганды Равиль Майоров развозит различные товары. Основной его маршрут – Караганда-Сакаровка. Мужчины отмечают, что после внедрения оплаты за проезд по автодороге Темиртау-Астана увеличилось время на дорогу. Кроме того, практически каждый день электронное табло выдает новые цены. Автовладельцы возмущают, что платная трасса не готова к эксплуатации. В компании «Казавтожол» отмечают, что для грузового и пассажирского транспорта существуют свои тарифы. Трасса оборудована автоматической системой контроля. Однако до сих пор идет наладка. Кроме того, на некоторых машинах плохо читаемые номера. Этим и объясняют разброс цен. Бывают номера деформированные, стертые, потертые номера. Из-за этого сумма у них некорректно выходила. При вызове можно связаться с оператором, нажать кнопку и узнать свои проезды. Оператор все разъяснит. Маршрут, если не согласен, может пройти в операторскую. Оператор все покажет и разъяснит, откуда данный маршрут, едет машина. О недавнюю километровую пробку на въезде на платный участок дороги специалисты объяснили перебоями в работе интернета. Лишь после того, как операторы вручную открыли шлагбаумы, водители смогли продолжить свой путь. Напомним, что в нынешнем году оплата введена на трех республиканских трассах. В будущем систему распространят еще на 14 участках казахстанских дорог. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Министерство внутренних дел предлагает в обязательном порядке устанавливать датчики угарного газа в частном жилом секторе. Такое предложение озвучил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин на брифинге по завершению заседания правительства. Этот датчик угарного газа, возможно, спасет жизни людей. Согласно статистике, большинство смертей на пожарах происходит не от огня. Жертвы попросту задыхаются. Если токсичные газы в помещении превышают норму, прибор автоматически поднимает тревогу. С начала отопительного сезона в Карагандинской области от отравления угарным газом погибло пять человек. Из них двое детей. Угарный газ – это такой невидимый враг, который не имеет ни цвета, ни запаха. То есть, как показывает статистика, у нас в прошлом году 13 человек погибло от угарного газа. 13 человек травмировано от угарного газа. В этом году, с начала отопительного сезона, уже пять человек погибло от угарного газа. То есть, я бы хотел отцентрировать внимание, что эта гибель людей не на пожаре возникла, а это от отравления у газа без возникновения пожара. То есть, если в печном отоплении какая-то неисправность, то есть угарный газ распространяется в помещение, и жители, это чаще всего происходит во сне, они просто не просыпаются. То есть, один процент угарного газа в воздухе уже приводит к лектальному исходу. То есть, выжить практически невозможно. С наступлением холодного времени года сотрудники противопожарной службы проводят подворовые обходы. По сведениям комитета, в стране более 107 тысяч домовладений. Из них более чем в 13 тысяч случаях население отказалось запускать сотрудников. В министерстве предлагают в обязательном порядке устанавливать датчики угарного газа. Мы рекомендуем сейчас внесение изменений в законодательство не в плане ужесточения, чтобы вводили наши органы. Мы хотя бы рекомендуем внести в строительные нормы и правила обязательное требование, чтобы в частном жилом секторе, который использует или печное, или газовое отопление, чтобы в обязательном порядке домовладельцы устанавливали датчики от угарного и природного газа, которые позволяли бы среагировать на утечку и, соответственно, предотвратить трагические ситуации, которые у нас могут произойти. Сейчас такие датчики есть у сотни каргандинских семей. Специалисты заявляют, что с их установкой удастся в разы снизить количество отравлений и пожаров. Каргандинские спасатели призывают всех владельцев частных домов устанавливать датчики. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Рассказать историю воинов-афганцев посредством фотографий. Такую идею воплотили в жизнь в областном историко-краевическом музее, где открылась экспозиция, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Герои среди нас. Они незаметно ходят рядом в обличии простых людей. Никто бы и подумать не мог, что когда-то они сражались на войне в тяжелой схватке с противником. Войны-интернационалисты посетили специальную выставку, посвященную выводу войск из Афганистана. Историю многолетней войны они знают не понаслышке и рассказывают о ней новому поколению. Любая война, она имеет свои потери. Любая война, она приносит только боль и проблемы. Поэтому на сегодняшний день мы все, зрелые мужчины, 50 лет граждане Караганды, Казахстана, проводим эти мероприятия с участием властей, с участием акиматов, с участием представителей музея, также с вами совместно, чтобы наглядно показать еще раз нашей молодежи, потому что Ельбасык, как сказал в этом году, что 2019 год, он есть, походу, еще и годом молодежи, 30-летие вывода войск. Еще и совпадает, говорится, Жас-Сарбас создается новый кадетский. Помимо живого примера мужества и отваги в лице ветеранов, на выставке были представлены подлинные вещи, которыми пользовались солдаты. Также будущим защитникам Отечества были представлены исторические фильмы. Мы знаем, очень мало же об этом, в действительности, очень мало об этом, мало говорят, но мы своим примером хотим показать, что эти ребята, которые в 19-20 лет ушли, как говорится, на войну, воевать за свою родину, за Советский Союз, за свои идеалы, это герои. Это герои, в действительности. Для кого-то эта война была первой и последней. По официальным источникам в афганской войне приняли участие более 22 тысяч человек из Казахстана. Около тысячи погибли, а 21 пропал без вести. Их бессмертный подвиг навечно внесен в народную память. Это подтверждают памятники на территории Казахстана, воздвигнутые в их честь. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Выпускники Карагандинского государственного университета востребованы не только в Казахстане, но и за рубежом. 3D-аниматор, выпускник профессионально-художественного факультета Илья Зинченко встретился с преподавателями и студентами университета. Не надо меня есть! Я и на вкус не очень! Я ем слишком много чеснока! И вообще все говорят, что я невкусный! Популярная телевизионная передача «Мульт личности», российские мультипликационные фильмы «Снежная королева», «Волки и овцы» – это лишь небольшой перечень работ, в которых принимал участие Илья Зинченко. Свою трудовую деятельность он начинал в телерадиокомплексе президента Казахстана простым режиссером монтажа. В 2010 году переехал в Россию, где занялся трехмерной анимацией. То, что касается рекламных роликов, которые я делал самостоятельно, я не знаю их количество. То, что есть полнометражные мультфильмы, если мультипликационные фильмы, их, по-моему, штук, наверное, 5 или 6 надо будет посмотреть. Я точно не помню, но это серьезные такие мультики тяжеловесные. Есть самостоятельные проекты, и режиссерские, и разного толка. Всего много, 10 лет, нет, не 10, я вру, 20 лет продуктивной работы. В ходе встречи гость поделился с присутствующими историями из личного опыта в работе, своей формулой успеха и творческими достижениями. Дал советы студентам, как найти интересные проекты, и рассказал о востребованности своей профессии в Казахстане и за рубежом. Наши студенты работают и веб-дизайнерами, и работают на телевидении. То есть они, в принципе, обладая какими-то начальными навыками, они потом эти навыки свои совершенствуют и находят себя уже в профессии, уже так вот, ну, скажем, становятся серьезными арт-директорами в каких-то издательствах. Или они, допустим, создают какие-то хорошие рекламные материалы на телевидении. У нас есть студенты, которые себя вот так очень интересно проявляют. Или, например, в брендинге. То есть дизайн сейчас дает возможность людям, ну, такой очень широкий спектр всевозможных применений. В настоящее время аниматор вернулся в родной город и проживает в Караганде. Илья Зинченко намерен продолжить свою деятельность на родине. Кроме того, он продолжает работать удаленно над различными мультипликационными проектами. Двадцать лет назад у нас была бы такая возможность работать со судьями по удаленке, то, ну, я бы, наверное, никуда не поехал. Я бы работал с удовольствием дома, в своей родной среде, в своих любимых тапках, сидел бы дома за своим котом в обнимку и т.д. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. Далее о спорте. Дважды ведя в счете по ходу матча, Сарарка не смогла одержать победу над хоккейным клубом «Южный Урал». Ключевым в матче стал третий период, когда гости смогли трижды поразить ворота карагандинцев. Стартовая 20-ти минутка прошла с преимуществом хозяев льда. Во многом этому поспособствовали удаление гостей. Счет в матче открыли карагандинцы. Первую шайбу в ворота забросил Константин Соколов. Но не прошло и минуты, как гости смогли реализовать свою первую же попытку большинства, потратив на это всего 10 секунд игрового времени. 1-1. Во втором периоде Олег Ломаку вывел Сарарку вперед, но уральцев такой поворот событий явно не устраивал. И еще до второго перерыва им удалось восстановить равенство в счете 2-2. В первой половине заключительного периода гости смогли вырваться вперед. Южный Урал смог еще дважды поразить ворота карагандинских орлов. Сначала была заброшена шайба в пустые ворота, а за 24 секунды до сирены еще одна шайба побывала в воротах Сарарки. 2-5. Поражение карагандинской ледовой дружины, которая прервала серию из четырех побед. Ну, наверное, без настроя, без эмоций нельзя играть в хоккей. Еще один хоккейный урок. Половина команды. По непонятной мне причинам. Сегодня не готовы к игре. Вроде готовились, вроде разбирали. Одного, двух, трех игроков по объективным причинам. То есть, сегодня не было основных игроков там. Поставили, дали сыграть другим игрокам, сделали ротацию. Но эти почему-то игроки не готовы к матчу. Заключительный домашний матч регулярного сезона Сарарка проведет в четверг, 14 февраля, против хоккейного клуба «Горняк» из города Учалы. Далее следуют последние четыре игры на выезде, а затем плей-офф. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь на нашем канале, и вы будете в курсе всех событий. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова